Всем привет! Я Алина и вы на канале Алина Смайл. И сегодня я вместе с моей мамой. Всем привет, ребята! Покажем вам, что мы заказали для сестер, подруг, племянницы, для крестницы на 8 марта. Ну а перед началом этого видео нам было бы очень приятно, если бы вы подписались на канал, поставили лайк и не забыли нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале у Алины. Ну и, конечно же, я хочу передать привет моим самым активным подписчикам. Спасибо, что вы смотрите, мне лайкайте и пишите просто кучу отличных комментариев. Я вас всех очень люблю и ценю. А если именно ты хочешь попасть в мое новое видео, то обязательно пиши как можно больше комментариев. И, возможно, я тебя замечу и добавлю в мой новый ролик. Ребята, недавно, когда мы ездили отдыхать, Алина взяла с собой тигра Лала Фан-Фан. Как вы уже знаете, это друг для уточки Лала Фан-Фан. И все детки, которые были с нами, так им понравился этот тигр, они просили у своих родителей купить такого тигра. Потому что у них были только уточки. И мы решили сделать подарок на 8 марта для них и заказали тигров Лала Фан-Фан. Потому что у этих тигров одежда также подходит для уточек. И будет интересно, когда дети, особенно, ездят куда-то в путешествия, играть, меняться одеждой. В общем, сейчас мы вам покажем, что мы заказали. Мам, кстати, тигр это символ года. Да, точно, символ 2022 года это тигр. Алина, что, давай? Да. Опачки, вот такая коробочка. О, какая коробка. Мы заказали все виды, которые там были. Сейчас распределим, кому мы что подарим. Первый тигреночек. Ку-ку, милый. Это такой же, как у тебя. Давай, чтобы вы с Никуся не дрались. Вот этого подарим Никусе. Давай. Ку-ку, миленький. Алина даже эту панаму примеряла на себя. Это такой хвостик. И эти тигры сделаны полностью из безопасных материалов. Он такой мягенький. Боже мой, какой он классный. Такие глазики у него, щечки, ушки. Такие полосочки. Алин, я думаю, Нике подарим вот это. Такая, согласна со мной? Да. Давай следующего посмотрим. Следующий на серенький. Ко всем тиграм идут вот такие же очки, как у уточки Лала Фан Фан. Они просто в такой золотой оправе. Можно, Алин, тигру примерить очки, которые солнцезащитные. Такими синими зеркальными стеклами тоже будет круто. А, поняла. Тоже классно будет. Очки. Мам, а давай на одного из тигра примерим наряд, который мы шили сами. Давай. И посмотрим, подходит он или нет. Потому что мы всегда примеряем на уточку. У этого тигренка есть вот такая вот сумочка. И кофточка серенькая. Сейчас я сниму сумочку и покажу вам. Алин, давай примерим вот этот наряд, который шила я сама. С самой, да? С короной. Давай. И сделаем из тигра мальчика девочку. Нарядим ее в платьишко. Прикольно, что на вот эти игрушки можно самим шить наряды и менять их хоть каждый день. Очень круто будет брать таких тигрят на прогулку. Да, они небольшого размера, поэтому они хорошо помещаются в рюкзачок. Всего лишь 30 сантиметров. Вот, смотри, вот так завяжем бантик. И надо еще коронку прицепить. Мне кажется, даже тигренку это платье больше подходит, чем уточке. Ребята, ну зацените. Подходит этот наряд тигренку. Мне кажется, очень. Даже больше, чем на уточку. Вообще, тигру подходит корона. Знаете, как типа король лев есть такой. Король тигр. Король тигр будет. Супер. Ну что, давай следующий? Да. Алина, а это тигренок. В таком наряде, которого нет даже у твоей уточки. Офигеть, я такой давно хотела, мама. А кому мы подарим? Может, племянница? Я хочу себе оставить, какой он крутой. Вот это поворот, Алина. Вообще, мы заказали, чтобы подарить. Кстати, я видела уточку на Валбересе в таком же наряде. И хотела заказать ее. А здесь тигренок. Посмотрите, это знаете, как у сафари. Туристов. Да. И вот там одевают вот такие шляпы. Прикольные. Она из такого плотного прям материала. У тигренка такая классная сумка и комбез. Посмотри, какие лямки. Ребят, смотрите, атласные. И внутри вот такие блестки. Я не знаю, видно вам на камере? Они как ленточки. Супер. Я хочу поближе посмотреть. У них такое беленькое пузико белое. Обалдеть. Посмотрите, какой суперский комбинезон. Алина, нам надо сшить срочно такой же для своих тигров. Точно. Кому подарим? Давай племяннице. Давай. Все, этот наряд и этот тигренок будет у нас для племянницы. Ну что, следующий? Да. Вот такой. Новогодний. Алина. Какая шапочка. Это Алина, она самая любимая шапка. Я обожаю просто ее. Потому что она самая необычная. Посмотрите, какой у нее длинный. Да, длинный такой, как чехол, а потом только бомбон. Очень прикольно смотрится. Мне вот сюда еще нравится, если вот такую шляпу, например, вот сюда. Смотри, красный свитер и черная шляпа. О, тоже классно сочетается. И под черную полоску на хвосте подходит. Мне кажется, этим тиграм подходят все наряды. Такой милошек. Давай примерим наряды, которые мы сшили сами. Давай. Вязанный, да, какой-нибудь? Который мы с бабушкой сшили. А давай вот на раздетого тигра примерим. Этого уже не будем раздевать. Здесь такие разноцветные нитки. Тоже сделаем девочку. А можно кому-нибудь подарить какой-нибудь наряд. Положить, например, как подарок, да, дополнительно наряд, который Алина сделала сама. Я думаю, крестнице понравится. Давай еще повязочку примерим. Давай. У них такая миленькая мордочка, я прям балдер. Я бы под этот наряд только светлую сумочку взяла бы. Прикольно, что вы наряды можете комбинировать и сами придумывать, что кому добавить. И посмотрите, у меня хвост тут так под свитер прячется. Надо бы здесь вот эту ручку сделать и туда просовывать хвостик. И вот эту светлую сумку давай примерим? Давай. Вот подойдет, мне кажется. Алина меня научила, как правильно одевать сумки. Сначала делаете стороной без пуговиц, а потом, когда одеваете, она поправляется. Вот. И сразу становится с пуговицами. Лицевой стороной. Нелательно. Смотрите, как прикольно. С бантиком еще такие два уха здесь. Потому что у уток же один чубчик, а у них два уха. Я думала, что повязка будет уши закрывать. А смотрите, она не закрывает и прикольно. Классно, Алин? Да. Если маленькому ребеночку, который в садик ходит, подарите это, то в садике все обзавидуются. И формируется навык, как одевать одежду маленькому ребенку. Поэтому тигры подходят и взрослым детям, как Алина, и маленьким даже, которые еще только начинают учиться одеваться самостоятельно. Ну что, следующий, Алин? Да. Следующий. В темно-коричневом свитере. Мама, у меня такой есть. Давай подружке твоей подарим. А давай-то не куське подарим. Она такие рога очень хотела. Точно. Алина постоянно трейдилась с Никой, и Ника хотела выменить вот такие рога оленинские. А Алина говорила, что оленинские рога только для оленины. И она ни на что... Ника готова была все наряды отдать Алине, лишь бы она отдала ей эту повязку. Ладно, тогда вот эту подарим подружке, а эту подарим Никуке. Я хотела заказать отдельно вот такие рога, и я нигде не могла их найти. Поэтому Нику... Такие рога стоили на Валберсе больше, чем сама уточка вместе с тигром. Смотри, класс! Еще такие ушки маленькие. Ну все, тогда вот это определенно будет для Ники. Рога решают. Так, ну что, у нас остался Алин последний тигренок. Как ты думаешь, в каком он свитере? Стоп, не достаю. Не достаю. Мне кажется, бежевый. Нет. А у меня здесь такой цвет? Да. Коричневый. Не угадала, это красный. Красный новогодний. Давай сейчас откроем. Здесь есть два новогодних тигра. Эти тигрят можно подарить на любые праздники. Ребята, если вы еще не придумали, что подарить своей сестренке, подружке на 8 марта, то вот вам идея. Ссылочку, где мы покупали этих тигрят, мы оставим в описании. Я думаю, каждый ребенок был бы в восторге от такого подарка на 8 марта. Смотри, какой свитер, Алин. У тебя даже в коллекции такого нет. Да, пополнение. Красный со снежинками. Никакое не пополнение. А, точно, я забыла. Давай примерим вот эту шапку. Да, давай. Она подойдет. Посмотрите, как классно. Красная шапка под вот этот красный свитер. Супер. Мам, мне очень нравятся эти тигрята. И думаю, кому мы подарим этих тигрят, им тоже очень понравится. Я думаю, что твои подружки останутся в восторге. Ника так точно. Потому что рога, это вообще ее... Любовь ее. А племянница, это был ее еще желанный подарок на Новый год. Но, к сожалению, на Новый год мы не успели ей заказать. Поэтому на 8 марта она обрадуется 100%. Ну что, Алин, давай их оденем, как они были. Да, давай. И разложим. А давай примерим очки. Мы никакому тигру не примерили очки. Ну давай к одному тигру. Примери. У каждого в комплекте вот такие золотистые очки. Смотри. У так больше голова. И дужки прям натягиваются. А у тигрят прям прямо. Смотри, как прикольно. Да. Круто. Ему даже больше подходит, чем у уточки. Мне тоже кажется, что тиграм больше идет очки, чем уточка. Ребята, ну а наше видео подошло к концу. Напишите в комментариях, какие тигрята вам понравились больше всего. Алин, тебе в каком наряде понравился больше всего тигр? Я даже не знаю. Наверное, в этом. А мне, который вот с оленицкими руками. В комбинезоне. В комбинезоне. Ребята, ну а вы пишите в комментарии. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Ну а мы вас очень сильно любим. Встретимся с вами в новых видео. Пока-пока.